Сейчас мы находимся на фабрике Кемплекс. Перед нами машина, самая маленькая, которая производит данная фабрика. Машина называется SF500SM. Как вы видите, она отличается от остальных машин, производимых фабрикой, отсутствием ленты. То есть у нее есть маленькие крылья, которые легко снимаются для очистки. Она имеет маленький вес и может быть установлена на любом столе, в любом самом маленьком помещении. Данную машину можно использовать для раскатывания небольших кусочков теста, например, лаваша. Почему? Потому что мы можем регулировать толщину волков до 0,5 мм. То есть получать очень-очень тонкий слой теста. Машина управляется очень легко. Мы с вами кладем кусочек теста. Защитная решетка предотвращает попадание рук, чтобы мы их не повредили. Если мы поднимаем защитную решетку, машина сразу останавливается. Это система безопасности для правильного и легкого использования. Значит, мы с вами положили тесто, опустили решеточку, нажали кнопку и начинаем работать джойстик. Джойстик у нас работает либо влево, либо вправо. То есть мы меняем направление вращения нашего теста. Дальше мы работаем ручкой. Ручкой мы меняем зазор. Мы видим, на какое расстояние мы устанавливаем наши волки. И снова включаем машину, для того, чтобы тесто наше раскаталось. Так как у нас нет ленты, мы иногда должны тесто наше немножечко поправлять рукой. Оп! Если мы хотим тесто перевернуть, мы можем это сделать и снова поместить его рядом с волками. Еще уменьшаем немножечко зазор ленты, зазор между волками. И начинаем катать. Еще чуть-чуть. И катаем в другую сторону. Еще немножечко. Оп! И катаем обратно. Если мы опять же хотим перевернуть тесто, мы это делаем. И вот таким образом катаем до той толщины, которая нам необходима. Естественно, мы должны уменьшать зазор постепенно, для того, чтобы не нарушить структуру теста. Машина имеет маленький вес, имеет емкость для подпыла мукой. Мы понимаем, что у нас не лента, у нас специальный материал, очень устойчивый, как всем повреждениям. И мы должны его подпылять мукой, для того, чтобы тесто у нас не прилипало. Таким образом, мы раскатываем то, что нам нужно. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова